Сотрудники полиции Куполова на Невскому Анида Мажиров, что не соответствует действительности и не подтверждено собранным по уголовному делу доказательствами. То есть факт, который у нас сообщал, что Грязнов на судебном заседании не подтвержден, собранным по уголовному делу доказательствами. Ввиду того, что Грязнов Анатолий Леонидович не является по повесткам следователя, а также ввиду того, что осуществить его принудительный привод не представлялось возможным, так как жена Грязнова Анатолия Леонидовича не открывала двери сотрудникам полиции, которые должны были осуществить привод Грязнова Анатолия Леонидовича, с учетом того, что подозреваемый Грязнов Анатолий Леонидович до момента его доставления следственного отдела по городу Голода находился в розыске, у следствия имеется основание полагать, что подозреваемый Грязнов может скрыться от следствия и суда, и своими неявками по вызову следователя, намеренно затягивать сроки следствия. Таким образом, необходимо избрать отношения подозреваемого Грязнова Анатолия Леонидовича меру пресечения. Подозреваемый Грязнов Анатолий Леонидович ранее не судил подозреваться в совершении преступления, за которое наказание в виде лишения свободы не предусмотрено и имеет постоянное место жительства регистрации, вследствие чего избрание в отношении последнего меропресечения, связанное с лишением свободы, невозможно и нецелесообразно. На основании изложенного и руководства статьями 97-101 и статьей 102, а также 103-105 Уголовного процессуального кодекса Федерации постановил изобрать в отношении подозреваемого Грязнова Анатолия Леонидовича 16-12-77 года рождения уроженцу города Володу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке установлено главой 16 Уголовного процессуального кодекса. Анатолий Леонидович, вам понятно суд постановления? Понятно или нет? Скажите, ответьте, пожалуйста. Нет. Непонятно суд? Что вам непонятно? Все непонятно. А именно? А что из всего вам непонятно? Нет, это я вас должна спросить, что вам непонятно, потому что непонятно вам, мне это все понятно. Что вам понятно? Суть постановления, поскольку я сама его вынесла. А каким образом могут быть заведомо ложные показания? Каким образом могут быть заведомо ложные показания? Вы-то как это установили? У меня имеется частное постановление судей, который установил, что ваши показания заведомо ложные. Ну и чего? По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении гражданина доможила. Вы с делами-то знакомились? На основании этого, на основании данного частного постановления я провожу следствие. С материалами-то дела вы знакомились? Здесь я вопросы задавать буду не буду. Вы можете, ну разумеется. Да, вы можете даже не удивляться. Вы мне разрешаете не удивляться? Я вам разрешаю не удивляться. Спасибо. Знакомиться лично желаете? Нет. Олег Валентинович, пожалуйста, прочитайте. Идите с тем, что все именно так, как я зашла. Олег Валентинович, вы для чего вообще все это делаете? Я отказался от ваших услуг. Вы мне не нужны. Вот вы тут зачитываете все, подписываете. Так вы напишите официальное заявление? Давайте напишу. Сейчас напишу. Сейчас запишу, напишите. Нет, я хочу сейчас написать. Напишите сейчас. Все, что угодно.